Недалеко, как вчера вечером, уже ночью губернатор подписал указ о мерах по помощи бизнесу, по защите наших экономических интересов, предусматривает целый ряд мер. Есть организационные меры, есть финансовые, налоговые, ресурсные обеспечения. Но первое, мы выделили отрасли, которые абсолютно точно больше всего пострадают в процессе этого небольшого кризиса. Какие это отрасли? Это отрасли, связанные с организацией людей. Отрасль туризма, ресторанный бизнес. Наши отели сегодня фактически пустуют. И такие вот направления, они требуют максимальной поддержки. Поэтому мы придумали различные микрофинансирования, дополнительно выделяем порядка полмиллиарда рублей денег на все виды финансовой поддержки. Причем еще большую сумму запросили федерации, нам обещана эта сумма, чтобы можно было выдать небольшой кредит, фактически беспроцентные кредиты, но с минимальными процентными ставками. И эти меры мы будем постоянно регулировать. Мы, кстати, создали штаб, в который вошли и представители деловых объединений нашей Нижегородской области, руководители и ресурсоснабжающие организации. Практически все заместители губернатора по своим направлениям. Далее страховые компании, финансовые институты. И практически в ежедневном режиме будем проводить эту работу. Анализировать, где проблемы наиболее выпуклые, где нужно принимать срочные решения, кому нужна первая очередная помощь. Мы не говорим о том, что к чему бизнесу мы можем всестороннюю помощь оказать. Но те, кто будет наиболее пострадавшей, они получат поддержку. Дальше налоговые каникулы по части налогов мы сейчас отрегулируем с налоговой инспекцией. Арендные платежи выносим за скобки на этот период. Но имущество государства, муниципальные 100%. Обратились ко всем арендодателям, собственникам помещений, которые сдаются. Но в первую очередь это крупные торговые центры. Для того, чтобы находили общий язык с бизнесом, с арендаторами, с которыми нужно договариваться об отсрочке платежей. Потому что сегодня не будет возможности обеспечить работой многие торгующие организации. Они фактически останутся без работы. Этот период нужно пережить вместе. Поэтому обращаемся еще раз ко всем. Нельзя спасаться в одиночку. Все вместе наша экономика, она взаимозависимая. Поэтому надо понимать не только собственные интересы, но и интересы своих партнеров. Вот это очень важно.